Его рода повышение квалификации председателей многоквартирных домов города. В школе общественного контроля не столько будут учить старших по дому, сколько давать рекомендации по различным жилищно-коммунальным проблемам. Тема этого урока – состояние подъездов, их чистота, освещение, отопление. Сами председатели, многие из которых работают в своих домах уже по нескольку лет, такие занятия только приветствуют. Получить информацию, что дальше делать. Все-таки молодых нет сейчас, потому что они все заняты. А вот, как я, вроде хочется и помочь и себе, и нашему дому. На таких семинарах можно поделиться и своим опытом. И не важно, что проблемы в каждом доме могут быть разными. Уже идешь и четко говоришь, что нужно и какие вопросы нужно решить. Вот это просто проще, чем вот когда и тут нужно, и тут, потому что одновременно решить все невозможно. Нужно просто решить на первый план, что нужно сделать сегодня, а что запланировать на завтра. Вот таким образом как бы работаем с домом управляющей компании. Председатель многоквартирного дома, он должен немножечко быть психологом, немножечко строителем, электриком, сантехником. И чтобы с профессионалами разговаривать на одном языке, мы должны во всем этом разбираться. В школе общественного контроля, кроме просвещения, планируют и мониторить работу ДУКов, для которых, к слову, повышение ЖКХ грамотности среди населения стало не слишком приятной новостью. Каждый месяц в школе управдомов новая тема. Это состояние фасада, кровли, подвалов, а также как содержится придомовая территория и многое другое. Пора уже, наверное, вспомнить положительный советский опыт народной контроли. Его тоже раньше боялись те, кого он проверял. И то, что испугались крупные управляющие компании, да хорошо, пусть немножечко побаиваются, да, потому что мы, собственники, заказчики жилищно-коммунальных услуг. И они ответственны перед нами. Мы им платим деньги, они нам выполняют какие-то работы, да. Ну, наверное, тем, кто хорошо работает, бояться нечего. На конец 2013 года, по данным городской администрации, советы выбраны почти в 95% многоквартирных домов. Конечно, это не значит, что каждый председатель придет в школу общественного контроля, но ждут всех. Офисы, где будут проводиться семинары, открылись в пяти районах города. В Нижегородском, Приохском, Ленинском, Московском и Сормовском. Сергей Щеплягин, Василий Низов. Объективно. ННТВ.